Вы знали, что для некоторых людей железная дорога больше не ассоциируется с монотонными пейзажами за окном, храпом соседа и отсутствием вайфая? В мире есть такие поезда, на которые люди стоят в очереди месяцами в надежде приобрести заветный билет. А все потому, что это шанс совершить невероятное путешествие с небывалым комфортом. С вами ТопХайп и сегодня мы покажем вам, как выглядит поезд, билет на который стоит более 1 миллиона рублей, а также расскажем вам о самых роскошных и дорогих поездах в мире. И перед тем, как мы перейдем к самому интересному, в этом выпуске я хочу обратиться к девушкам, которые смотрят наш канал. На русском ютубе очень много крутых каналов для парней и не так много крутых каналов для девушек. Получается не совсем честно. И именно поэтому я хочу порекомендовать канал наших друзей, который посвящен чисто женской тематике. Канал Girls Time. На нем вы найдете все самые полезные советы, а также познавательные видео специально для прекрасной половины человечества. Так что, замечательные девушки-зрительницы топ-хайпа, переходите по ссылке в описании и вы точно не пожалеете. Золотой орел. Поезда, которые в прошлом были просто удобным способом перебраться из одной точки континента в другую, сегодня отошли на второй план. Вы удивитесь, но есть люди, которые готовы расстаться с десятками тысяч долларов ради недельного путешествия среди азиатских ландшафтов или европейских достопримечательностей. Причем билеты на эти поездки распродаются на полгода вперед. Все дело в поездах, которые ничем не уступают люксовым отелям. А сейчас закройте глаза и попробуйте представить себе такой поезд. А теперь откройте глаза. Думаете, он выглядит так? Нет, на таком поезде в 19 веке путешествовала английская королева Виктория. К слову, нынешняя королева Елизавета II путешествует в сравнительно скромных интерьерах. А это тот самый поезд, о котором сегодня пойдет речь. Это самый дорогой поезд в России, и он называется «Золотой орел». Этот международный проект готовили в течение семи лет, а первый такой поезд класса люкса отправился в путь в марте 2007 года по туристическому маршруту Москва-Владивосток. Самые дешевые билеты на него стоят больше миллиона рублей. Этот поезд вы не найдете в расписании. Он ходит всего несколько раз в год по заказу туристических групп, практически всегда интернационального состава. Основные маршруты – Москва-Владивосток и Москва-Пекин. Стоимость. Внешне – это почти обычный поезд, но внутри – изысканные интерьеры, подогреваемые полы, спа-салон, спортзалы, индивидуальное обслуживание. В каждом вагоне поезда «Золотой орел» всего 5-6 купе разных классов. Предупредительные дворецкие провожают пассажиров в купе, где в качестве комплимента их ждет бутылка очень дорогого шампанского и изысканный десерт. И это не говоря о комфортной кровати с безупречным берьем, дизайнерской отделки интерьера, сверкающей душевой или даже ванной. Разумеется, здесь есть также сейф, гардеробная, телевизор, музыкальный центр и все прочее, что необходимо для максимально комфортного путешествия. А шеф-повар вагона ресторана предложит блюда национальной кухни. Можно попробовать борщ, сибирские пельмени, а на Байкале – копченого омуля. Стоимость билетов по маршруту Москва-Владивосток зависит от класса вагона. Silver Class предлагает купе площадью в 5 квадратных метров. Стоимость номера на двоих начинается от 15 тысяч евро на 1 – 22,4 тысяч евро. Купе Gold Class несколько больше по размеру – 7 квадратных метров, но и стоимость выше – от 18,6 до 27,3 тысяч евро соответственно. Купе класса Imperial на двоих вам обойдется в 29,5 тысяч евро, а на 1 до 40 тысяч евро. Не удивляйтесь, что цены указаны в евро. Говорят, что этот поезд популярен именно у европейцев. Так или иначе, на поездку в купе любого вида вам в любом случае придется отдать больше миллиона рублей. All-Inclusive Состав «Золотой Орел» состоит из 19 вагонов для 120 пассажиров и 56 человек обслуживающего персонала. Помимо жилых вагонов в состав входят Вагон-дизель-генератор, два вагона-ресторана, вагон-бар, вагон-кухня, сервисный вагон и отдельный вагон для персонала. Поезд полностью автономен, он обеспечивает себя электроэнергией, а на борту имеется месячный запас питьевой воды и провизии. В стоимость путевки включено трехразовое стандартное питание, а также напитки, в том числе спиртные. Иными словами, это железнодорожный All-Inclusive. Во время поездки вам предоставляется множество дополнительных услуг. Можно подстричься, пройти курс массажа, позаниматься гимнастикой, улучшить самочувствие и внешний вид с помощью СПА-процедуры, а также посетить врача. Медпункт, к слову, в поездке явно не лишний, учитывая, что среднестатистический пассажир «Золотого Орла» состоятельный джентльмен пенсионного возраста. Что касается кухни, то она занимает целый вагон, расположенный в середине состава между обеденными залами. Через неё можно пройти по ограждённому проходу, стенка которого отделяет зону работы поваров от туристов. Все продукты берут с собой из Москвы. Оборудование подвижного камбуза позволяет угощать туристов самыми разнообразными блюдами – от свежей выпечки до кулинарных шедевров из рыбы и мяса. Меню составлено таким образом, что за весь маршрут ни одно блюдо не будет повторяться. И, разумеется, есть альтернативное меню для вегетарианцев и аллергиков. Одно из самых популярных мест в составе – вагон-бар, в котором есть пианино. Там можно послушать живую музыку. Выпивка подаётся гостям бесплатно. В счёт будут включены лишь особо дорогие напитки. Маршрут и культурная программа Сам тур рассчитан на 15 дней и начинается ещё до посадки в поезд. Первые и второй дни посвящены знакомству с Москвой. Красная площадь, Кремль, Мавзорий Ленина и Третьяковская галерея. Затем пассажиры садятся в Транссибирский экспресс, и двухнедельное путешествие начинается. Маршрут проходит через Казань, Екатеринбург, Иркутск и так далее. Каждый день путешественников ждёт новая культурная программа. Это и осмотр основных достопримечательностей в каждом городе, и прогулки по старым улочкам и красивейшим набережным, а также спектакли в лучших театрах регионов. На восьмой день Транссибирский экспресс прибывает на озеро Байкал. Великолепная, легендарная и знаменитая во всём мире. И этот день полностью посвящён ему. А дальше Улан-Удэ в Забайкалье, столица Монголии Улан-Баторм. Три дня целиком в поезде и, наконец, Владивосток. Как видите, эти две недели можно превратить в действительно полноценный отпуск. Золотой Орёл – это, конечно, не единственный дорогостоящий поезд в мире. Есть и другие. И о них, как мы и обещали, мы расскажем в небольшой бонусной части этого выпуска. Ровос Рейл На поезде Ровос Рейл можно объехать практически всю Африку. Путешественников, которые выбрали трёхдневный маршрут, добавят к водопаду Виктория. А тех, кто отважился на девятидневный – в пустыню Намиб. А тех счастливчиков, кто может себе позволить целый двухнедельный тур, провезут по всему континенту через ЮАР, Бацвану, Зимбабве, Замбию и Танзанию. Цена такого приключения в самом скромном купе площадью 23 квадратных метра составляет 5695 долларов. Однако можно поселиться в пространстве побольше. Например, в королевском сьюте с ванной в викторианском стиле, который занимает аж полвагона площадью в 52 квадратных метра. В одном из двух ресторанов вам предложат местные блюда и южноафриканские вина. К слову, здесь действуют правила дресс-кода. К ужину женщины выходят в вечерних платьях, а мужчины в костюмах. Бельмонт-Гранд-Хиберниен Впервые роскошный ирландский поезд Бельмонт-Гранд-Хиберниен отправился с вокзала Дублина несколько лет назад. Покупая билет, его пассажиры выбирают один из двух маршрутов – путешествие по юго-западной части Ирландии в будние дни или на север страны в выходные. Вагоны поезда декорированы по мотивам ирландской архитектуры. Каждый из них носит название одного из ирландских графств, а также имеет свой цвет. Например, купе вагона Уотерфорд оформлено в голубых тонах. Кэрри – в фиолетовых, а Даун – в оранжевых. В составе поезда также есть два вагона ресторана и обзорный вагон с баром, где по вечерам выступает пианист. Стоимость длительного путешествия составляет 10 тысяч долларов, короткого – около 4 тысяч. Согласитесь, это довольно дешево в сравнении с расценками «Золотого орла». Восточный экспресс Восточный экспресс – это легендарный пассажирский поезд класса «Люкс», который с 1883 года курсирует между Парижем и Стамбулом. Экспресс знаменит тем, что нередко появлялся в кинематографии, в литературе, в том числе и в детективном романе «Агаты Кристи» «Убийство в Восточном экспрессе» и даже в компьютерной игре «The Last Express». На этом поезде путешествовали многие мировые знаменитости – император Франц Иосиф, королева Елизавета II, президент Франции Шарль де Голь и многие другие. В 1920-х – 1930-х годах в роскошных вагонах Восточного экспресса кипела светская жизнь. Здесь заключались миллионерские сделки, плелись интриги и обсуждались дела государственной важности. В 1977 году поезд отправили на запасной путь, однако с 1980-х поездки возобновились. Сегодня в купе исторического поезда также можно провести несколько дней за 1200 долларов. Так что если вы горячий поклонник «Агаты Кристи», да ещё и располагаете нужной суммой, то можете начинать паковать чемоданы. Блю Трейн Роскошный южноафриканский поезд «Блю Трейн» – «Голубой экспресс» за двое суток преодолевает расстояние почти в 1500 километров между Приторией и Кейптауном. Во время путешествия можно полюбоваться южным побережьем ЮАР и саваннами национального парка Крюгера, среду обитания антилоп, жирафов и буйволов. В голубых вагонах поезда пассажиров встречают дворецки. В каждом купе имеются личные ванные комнаты с мраморными полами. Стоимость двухдневного путешествия составляет 1500 долларов. В стоимость входят услуги, предлагаемые в баре, вагоне-гостиной, клубе, а также изысканный вагон-ресторан, кухня которого была несколько раз удостоена международных наград. Ну а в комменты напишите, на каком из этих поездов вы хотели бы прокатиться больше всего. А также, если вам было интересно, ставьте лайк со всей силы, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить всё самое крутое уже завтра. Спасибо за просмотр, а также заоценивайте предыдущие выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok